Всем привет, ребят! Значит, сегодня у нас такой, опять интересный, я надеюсь, получится ролик у нас. Потому что, честно скажу, никогда такого не проделывали, даже в мыслях не было. Но вот один из наших подписчиков предложил нам, значит, сделать что? А может быть даже не один, вот если честно. Скорее всего, кто-то это прочитал и потом повторяли, писали еще несколько раз. Значит, что сделать? Значит, взять стеклорез, поставить его вместо щетки-очистителя стекла и включить дворник, и пускай он, то есть, как бы режет полосу. Почему хочу попробовать это сделать? Потому что не так давно ехал по трассе, ну, как обычно, идут там большие машины, большие грузы. Ну, кто-то чем-то там груженый, не знаю, кто-то по щебенке ездил, может быть, из колес. В общем, прилетел такой очень хороший камень в лобовое стекло. Поэтому именно на моем автомобиле лобовик под замену. Вот давайте я вам покажу, что же тут все-таки случилось. Ну, удар был очень хороший. Вот, смотрите. Прям, ну, камень был на самом деле просто огромный. И вот хорошо, что на пассажирном сидении никто не сидел. Потому что, когда он ударил в стекло, сами понимаете, он уходит триплекс. В любом случае, мелкие вот эти осколки, они на пленке не удержались. От удара они прям в сидение. Ну, такое ощущение было, что как будто они как выстрелили вот этим мелким стеклом, ну, которое потом пришлось, конечно, долго убирать с салона, ну, ничего, пропылесосил, вроде все нормально. Поэтому завтра я его меняю. А сегодня? Сегодня что? Сегодня вот заехал в магазин, приобрел пару вот таких вот стеклорезов. Честно скажу, что этот, что этот, они роликовые. Потому что, насколько я помню, раньше были, они назывались алмазные, которые были просто с головочкой, где не было ролика. Но, к сожалению, куда-то они делись. Заехал в несколько магазинов, спросил на меня, так посмотрели, сказали, все, их больше нет. Может быть, конечно, они о них и не слышали никогда, но не суть в этом. Суть в том, что вот есть два, и я думаю, этого будет достаточно. То есть, хочу сначала один поставить стеклорез, попробовать, как будет он резать. Ну, а потом поставить рядышком второй. Сразу два, сами понимаете, ставить не получится, потому что в любом случае на него должна быть нагрузка на этот ролик. Так как, когда режете рукой, давите же на него, ну, нагрузка довольно-таки очень приличная. Надеюсь, у пружины стеклоочистителя хватит давления, чтобы продавить этот ролик, чтобы он оставлял за собой прорезь. Так что, давайте поставим и посмотрим, что получится. Поехали! Так, значит, что сейчас сделаем? Сейчас снимем отсюда спокойненько вот этот дворник. Он все равно старенький был у меня такой. Так, убираем. Так, значит, что мы делаем дальше? Вот, честно, вот прям как-то не очень-то я даже представляю, как его сюда прилепить. Но я думаю, ну, с помощью такой пластиковой стяжки, думаю, что-то должно получиться. Так. Удержит, не удержит? Сейчас мы это и узнаем. Вот так вот. Так, вывернуть. Будет поворачиваться, нет? Неизвестно. Ну, вроде, вроде держится хорошо. Так, это здорово. Лишь бы она ходила только по одному радиусу. Ну, в любом случае, сначала нужно ее испытать. Давайте попробуем и посмотрим, что получилось у нас из этого. Так, сейчас я разжигание включу. Так, ну. Ой, а у меня еще и дворник прыгает еще. Ой-ой-ой. Ну, полоса-то осталась. Не попадает она полосков четко, видите? Нету пробега по одной линии. Болтается он немного. Так, сейчас будем что-то думать. Надо как-то его прикрепить. Стяжечка все равно не удержала, хотя вроде затянул хорошенько так. Ну, и пришла такая мысль. Взять все-таки вот старый, старый дворник. Ну, как мы их все называем, старую щетку стеклочистителя. Значит, сейчас я ее обрежу и уже к самому корпусу сам стеклорез приклею вот на такую штуку. Вот у нас есть такая быстрая 10-минутная холодная сварка всеми известного производителя. Ее можно приобрести в любом автомагазине. Также можно заказать через интернет. Если есть желание заказывать через интернет, ссылочка будет в описании. Проходите, заказывайте. Значит, сейчас распечатаю здесь, все обрежу, обезжирю, разовную приклею. И уже тогда, я думаю, она станет точно железнобетонным. Погнали! Все прилепил, все отлично. Ну, размял, быстренько налепил. Конечно, руки у меня не кувшины лепить. Но как получилось, будем надеяться, производитель заявил 10 минут. 10 минут ждем. Ну, и тогда уже включаем. Ждем. Ну, и вот, ребята, значит, как нам и обещали, прошло 10 минут. Нажимаю. Ну, как бы чуть-чуть еще чувствуется, что надо еще подождать там минут 5. Ну, ждать не будем. В общем, сказали, что за 10 минут встанет, значит, за 10 минут встанет. Так, ну, а теперь давайте попробуем, включим и посмотрим, что у нас получилось. Ой, звук какой, а! Ну, что-то пилит. Выпрыгивает он по-разному. И вот почему-то именно вот на вот этом повороте и вот здесь на обнижении он делает две полоски. Хотя не вот прикатался в одну. Да, и сколько же это стекло выдержит. Прикольно. Ну, и вот особенность, да, вы можете видеть прыгающего стеклоочистителя Мерседеса. Видите, да, прямая какая? В любом случае, поскольку ролик из самого корпуса выступает немного, я думаю, он сейчас допилит до вот этого момента, когда сам корпус стеклоочистителя упрется в стекло, и дальше он уже все пропиливать не будет. Ну, все. Он уже, короче, на корпусе болтается. Даже роликом не трет. Да, все. Давайте вот я вам покажу, что здесь получилось. Надеюсь, будет видно, что сам корпус стеклореза уже уперся в стекло. То есть ролик пропилил на всю глубину, ну, и ровно на ту, на которую он выступал. Дальше, дальше пилить он уже не будет. Ты знаешь, если ее правильно заточить, я думаю, что она прорежет до конца. Да, потому что здесь напайка победитовая, то есть не победитовая, ребят, на самом деле нет такого материала. Она твердосплавная. Это вот чертилочка по металлу, ее надо только подправить. У нее, у нее, у нее нет упора, как здесь вот, когда ролик пропилил в корпус, уперся и все. Все, может быть, может быть, надо попробовать. Ну да, вот ей-то, я думаю, должно все это дело пойти. Смотрите, потому что вот твердый сплав делает свои дела. Видите, да, как она хорошо чертит. А на самом деле это по металлу, чертилочка по металлу. Да, самодельная, честно вам могу признаться, это еще очень давно, когда я работал на заводе, делал специально для разметки. Ну, потом потихоньку-потихоньку она, ну, как-то случайно переехала в гараж. В общем, сейчас она здесь. Значит, сейчас что сделаю? О, блин, все, опять машину красить. Убираю стеклорез, вставлю вот эту чертилку с твердым сплавом, включаю дворник. И пускай она его стекло это дерет, на самом деле, может быть, если не сядет аккумулятор, либо не сломается, блин, сам стеклоочиститель. Привод, неважно, там были шестеренки. В любом случае, это, кстати, на Мерседесах тоже такое место не очень. Оно надежное, крепкое, но бывает оно ломается. Значит, сейчас все это переклеиваю, врубаем, и пускай она ее трет, погнали. Значит, очень старался выставить именно вот сам кончик твердого сплава по старой риске. Ну, насколько получилось, настолько получилось. Значит, сейчас все это дело включаем. И поехали, пускай она режет. Так. Ладно, сейчас скорости добавим. И посмотрим, что получается. А получается, у нее не очень-то даже и плохо-то, посмотрите. Что произошло? Ребят, скажу честно. Сварка у нас холодная. Вот, правда, ну, не специалисты могут носить холодную сварку от пластика. Он, видать, потому что ровный, то есть зацепа нет. Она отвалилась. Значит, сейчас приделал здесь еще пару хомутов. Ну, и сами понимаете, именно вот чертилка, вот именно с твердым сплавом, она начала грызть стекло так, что даже сила моторчика, стеклоочистителя, порой бывает, не хватает, но видно, что его прям подклинивает. И из-за этого очень сильные рывки. Хотя сам моторчик очень мощный. Ну, вот как-то так вот произошло. Значит, сейчас включаем. Ну, и смотрим, что будет происходить дальше. Поехали. Не-а. Все. Не может он его пройти. Ну, вот, ребят, значит, что получилось. В результате все равно в любом случае моторчик, который стоит на дворнике, пускай он даже стоит через редуктор, силы у него не хватает. Провернуть он начинает останавливаться. То есть сам твердый сплав попадает в вот эти ямки, которые он сам себе нарубил. Он останавливается. Ну, приходится постоянно его поддергивать. Ну, смысл не в этом. Смысл в том, что прогрыз он очень глубоко. Значит, что сейчас сделал? Скажу честно, то есть чтобы у нас не было никаких недопониманий, залез в салон. И вот с помощью вот этого стеклореза здесь ролик такой. Вернее, сам стеклорез. Ну, типа что-то сделано под универсальный. Типа можно резать под любым углом. Ну, и попытался немножко надрезать то стекло, которое находится внутри. То есть внутреннее стекло. Поскольку это триплекс, здесь в любом случае два стекла. Когда начал его потихоньку подрезать, самое что интересное, вот при малейшем нажатии, небольшое только усилие для того, чтобы ролик начал потихоньку украшить стекло, сразу поползли трещины. Вот честно, вот не успели. Одна трещина шла, так интересно, она прям пошла, 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 обошла всю вот эту дугу. Причем с такой скоростью. Вот, вы знаете, смотрите на стекло, и просто идет сама трещина. Сама прям, блин, да так быстро. И не то, что она прям щелк и лопнула. А вот именно с самого этого поползновения трещины, конечно, было очень интересно. Ну, а сейчас попробую сделать что? Поскольку с той стороны все равно, ну, хоть слегка, но получилось надрезать стекло, как бы дать кромку, да, но все равно трещины не дадут. Ну, сейчас попробую стукнуть кулаком и посмотреть все-таки, получилось у нас его прорезать или нет. Ну, давайте посмотрим. Нет, нифига. В любом случае, это триплекс. Лопается он во все стороны. Это все благодаря пленке, которая находится между двумя стеклами. И она не дает именно пойти трещине по одному месту. То есть у нас нет выкола стекла. То есть мы не можем выколоть то, что мы вырезали. И вот поэтому получаются вот такие вот вот, блин, я даже не знаю, как их назвать-то. Ёлки-палки. Ну, в общем, короче, вот такие вот лучи от удара во все стороны. Причем непонятно. Это, похоже, внутреннее стекло лопается, да. Здесь потому что все нормально. И здесь все хорошо. Да. Все, карачумб. Жесткость у стекла была очень хорошая. Даже несмотря на то, что мы его пропилили с одной стороны, как следует. В любом случае, оно лопается во все стороны, не давая стеклу развалиться на куски. Итак, ребят. Значит, что мы узнали в ходе нашего эксперимента? На самом деле, мы выяснили только одно. Нет, два. Узнали то, что у моторчика-дворника не хватает сил, чтобы протягивать чертилку по стеклу. Именно сам твердый сплав. Потому что зарезался он очень глубоко. И второе, то, что мы выяснили, что все-таки стекла лобовые, которые триплекс, они на самом деле очень прочные и очень надежные. В отличие от сталинита. Если кто не знает, что такое сталинит, это примерно то же самое, когда вы разбиваете стакан. То есть, он крошится прямо в мелкую крошку и просто обсыпается. Тем более, если ударить в слабое место или, как его еще называют, место напряжения. Так что, ребят, что я могу сказать? На этом наш эксперимент закончился. Поэтому смотрите нас, подписывайтесь, что-нибудь предлагайте, обязательно комментируйте. Ну все, пока.